Добрый день! Сегодня обзор насосного оборудования Акварио будет посвящен циркуляционным насосам для отопления. Уже из самого названия понятно, что целью циркуляционного насоса является обеспечение циркуляции жидкости в замкнутой системе. При этом циркуляционный насос не предназначен для повышения давления в трубопроводе. Его главной и основной задачей остается именно преодоление сопротивления труб и радиаторов отопления. Использование циркуляционных насосов наиболее оправдано в частных домах и коттеджах, имеющих автономную систему отопления. Возможно, вы сталкивались с такой проблемой. Котел отопления работает, радиаторы на первом этаже раскалены, а на втором этаже радиаторы чуть теплые или даже холодные. Это объясняется довольно просто. По радиаторам отопления вода, теплоноситель распределяется неравномерно, поэтому температура в разных комнатах и на разных этажах может быть разной. С помощью циркуляционного насоса горячая вода в системе отопления будет равномерно распределяться по всем радиаторам и трубопроводам с большим давлением. И как следствие, круговорот воды будет происходить быстрее, что позволит получить оптимальную температуру в любой комнате загородного дома или дачи. Циркуляционные насосы могут иметь дополнительные функции. Например, регулятор скорости, реле времени и индикаторы режима работы. Безусловно, работать с такими насосами становится еще более просто и комфортно. Теперь коснемся конструктивных особенностей циркуляционных насосов Аквариум. Насосы выполнены по конструкции с мокрым ротором. То есть во время работы насоса ротор двигателя и подшипники охлаждаются перекачиваемой водой. Данное оборудование работает практически бесшумно. Циркуляционные насосы Аквариум имеют регулятор скорости с тремя положениями. В зависимости от выбранной скорости меняются расходно-напорные характеристики. Насосы имеют соосную конструкцию, поэтому компактны и могут монтироваться непосредственно на трубопровод системы отопления. Линейка циркуляционных насосов Аквариум для систем отопления имеет свои нюансы в обозначении. Насосы различаются по своим расходно-напорным характеристикам и присоединительным размерам. Так, к примеру, есть насосы с резьбовыми соединениями и фланцевым соединением. Обозначение данных различий следующее. AC254180, AC тип насоса циркуляционный, 25 присоединительный диаметр резьбы в миллиметрах, 4 максимальный напор в метрах, 180 это монтажная длина в миллиметрах, AC8 12,5-40F, AC тип насоса циркуляционный, 8 номинальная производительность в кубометрах в час, 12,5 номинальный напор в метрах, 40F, фланцевое соединение для трубы диаметром 40 миллиметров. Модель насоса с присоединительным диаметром резьбы 20 миллиметров. Модели циркуляционных насосов с присоединительным диаметром 25 миллиметров, 1 дюйм. Модели циркуляционных насосов с присоединительным диаметром 32 миллиметра. Важно! Подбор циркуляционного насоса должен осуществляться в комплексе совместно с расчетом системы отопления. Эту задачу правильнее всего поручить специалистам, либо воспользоваться специализированным программным обеспечением. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насоса. Циркуляционный насос с присоединительным диаметром резьбы 20 миллиметров. Основной идеей внедрения данного циркуляционного насоса являются системы отопления советских построек. В них все трубопроводы идут диаметром 20 миллиметров. Чтобы не делать дополнительные сгоны и не увеличивать монтажную длину, и был предложен покупателям циркуляционный насос AC24130. Отметим, что данный насос также был спроектирован с монтажной длиной 130 миллиметров для возможности установки котлы отопления. AC24130. Потребление электроэнергии 62 ватта, 48 ватт, 32 ватта. Теперь рассмотрим циркуляционные насосы с присоединительным диаметром 25 миллиметров. Самая широкая линейка насосов для отопления аквариум. Насосы отличаются как расходно-напорными характеристиками, так и монтажной длиной. AC254130. Потребление электроэнергии 62 ватта, 48 ватт, 32 ватта. AC25480. Потребление электроэнергии 62 ватта, 48 ватт, 32 ватта. AC256130. Потребление электроэнергии 100 ватт, Третья подгруппа циркуляционных насосов с присоединительным диаметром 32 мм. Она не так обширна, как предыдущая и отличаются моделью монтажной длиной и напорно-расходными характеристиками. Электроэнергии 225 Вт, 190 Вт, 135 Вт. Все упомянутые выше модели насосов по своим параметрам относятся к бытовому оборудованию. Наиболее часто их используют в индивидуальных системах отопления. Кроме того, в линейке циркуляционных насосов «Аквариум» существуют более мощные модели насосов, параметры которых позволяют устанавливать их на достаточно крупных объектах, отоплении муниципальных зданий, производственных помещений и т.п. AC-5832. Односкоростной циркуляционный насос с резьбовым соединением. Потребление электроэнергии 280 Вт. AC-8840F. Односкоростной циркуляционный фланцевый насос. Потребление электроэнергии 400 Вт. AC-812-540F. Односкоростной циркуляционный фланцевый насос. Потребление электроэнергии 600 Вт. AC-14850F. Односкоростной циркуляционный фланцевый насос. Потребление электроэнергии 1000 Вт. AC-141450F. Односкоростной циркуляционный фланцевый насос. Потребление электроэнергии 1300 Вт. Итак, подведем итог. Циркуляционные насосы Акварио необходимо использовать в системах отопления с принудительной циркуляцией жидкости. Благодаря соосному расположению присоединительных патрубков, насосы Акварио имеют компактные размеры и небольшой вес. Поэтому могут монтироваться непосредственно на трубопровод. Насосы для частных систем укомплектованы трехступенчатым регулятором мощности, который позволяет выбрать наиболее подходящий режим эксплуатации. Циркуляционные насосы Акварио практически бесшумны благодаря конструкции с мокрым ротором. Поэтому могут устанавливаться в жилых помещениях. Насосы для отопления торговой марки Акварио отличаются высокой надежностью, компактностью, экономичностью и долговечностью. Всего доброго! До новых встреч!